На 22 тысячах гектаров в скором времени будут расстелаться пышным зелёным ковром зерновые культуры. В Танды работают несколько крупных сельхозпроизводителей. Несмотря на засуху, урожай обещает быть хорошим. Танды посеяно на чуть больше тысячи гектаров. Зерновые, кормовые, это пшеница, овёс, также гречиха. Ну, сейчас посмотрели, я думаю, в ближайшее время нужно уже собирать урожай. Нужно создавать недалеко от этих полей перевалочную базу для складирования, для последующей перевозки на переработку урожая. Далее глава ТУВИ проинспектировал готовность детских лагерей к завершающему сезону. За лето в четырёх лагерях Тандинского района отдохнут и наберутся сил к новому учебному году более двух тысяч детей. В лагере «Байлаг» третий сезон стартовал с 1 августа. Здравствуйте. Как отдыхается? Хорошо. Как кормят? Хорошо. Сделать гравийную подъездную дорогу к чагатайским лагерям. Такую задачу глава ТУВИ ставил перед профильным министерством месяц назад. Ранее специализированным автобусом было сложно добраться до мест отдыха. Отсыпали здесь в болоте до места. Ранее здесь, как мы знаем, для перевозки детей, специализировали автобусы. Соответственно, была проблема добраться до лагерей. Здесь отсыпали порядка четырех километров, когда-то проверили профилирование. Сейчас проверил. Поручение выполнено. Самые такие плохие участки дороги отсыпаны. Также здесь, встречаясь с коллективом, услышал, что нестабильно с электроснабжением. При этом из-за изношенности электрических сетей дал поручение провести расчеты, осметить, если будем строить сюда электролинию, соответствующие мощности. Это очень важно. Дети находятся в таких условиях, вне населенных пунктов, на отдыхе. Здесь стабильное должно быть электроснабжение. Кроме того, Владислав Хаулы отметил, что для детских лагерей необходимо оборудовать безопасную пляжную зону на берегу Чагатая. Глава подчеркнул, что будут благоустроены и другие прибрежные зоны озера, которые сегодня являются одним из ведущих туристических кластеров республики. Айреса Тазамато Чур, Тува-24